Чёрным по белому Дорогие соотечественники и соотечественницы, вашему вниманию предоставляется очередной обзор зарубежной прессы. И я, Дмитрий Подберезкин, предлагаю вам окунуться в свежие публикации и репортажи иностранных СМИ. Чёрным по белому Сначала о репортаже польской радиостанции РМФ, находящейся в городе Кракове. Она рассказывает о том, как на одной из железнодорожных станций Польши разгружались американские танки и случайно эту станцию развалили. Причём сама боевая техника тоже была повреждена свалившейся станционной крышей. Естественно, американцы во всём обвинили польских рабочих. Мол, пьяные они были, когда пути дороги показывали штатовским танкам. Но польские представители стали божиться, что никак не могли уронить на свою американскую крышу, крышу своей железнодорожной станции. И даже доказали, что их работяги были трезвы, акистекло. Чёрным по белому Британская газета Guardian написала, что Португалия продаёт свои паспорта направо и налево за пределы Европы. А ведь эти документы дают право находиться без виз где угодно в Евросоюзе. Причём покупают португальские паспорта, как правило, бизнесмены из Бразилии, обвинённые во всяких махинациях и коррупции. Подобные покупки обходятся всего-то в 500 тысяч евро и пользуются громадным спросом, поскольку, к примеру, тот же кипрский паспорт стоит в 3, а то и 4 раза дороже. Чёрным по белому Американский аналитический журнал National Interest пишет о том, что государство, которое наиболее уязвимо перед терактами, это Великобритания. В этой стране живёт примерно 25 тысяч человек, подозреваемых в терроризме, и у властей просто нет ни средств, ни сил, чтобы за всеми ими уследить. К тому же число потенциальных террористов постоянно растёт, а значит угроза взрывов и насилия лавинообразно увеличивается. У латвийских фермеров беда. Правда, пришла она не из России. Откуда её ждут местные политики? А свалилась с неба, пишет местная газета «Лето». В стране прошли сильнейшие дожди, вызвавшие наводнения, что в свою очередь привело к значительным потерям урожая. Фермеры надеялись на помощь Евросоюза, но там эти мольбы оставили без ответа, намекнув, мол, Господь замочил ваш урожай, с него и спрос за мокрое дело. Чёрным по белому Совет Европы продолжает учить Украину уму-разуму. На этот раз от незалежной требуют учить своих школьников любви к гомосексуалистам. Причём настойчиво требуют, пишут украинские новости. Совет Европы дал Украине срок два года, за которые гомосексуалисты должны стать популярны у подрастающего поколения незалежной. Что ж, Олег Ляшко может порадоваться за такие сжатые сроки вовлечения украинцев в европейские гоморазвлечения. До встречи! Чёрным по белому Должен сказать, что наша программа уходит в отпуск на две недели, и эти две недели мы всё равно с вами будем встречаться в Ютубе, в блогерских площадках, да. Однако я хочу сегодня поговорить о такой вещи, которая называется флешмоб, и которая, в принципе, за эти две недели может сыграть достаточно интересную роль. Во всяком случае, мы с вами можем сделать эксперимент. В предыдущих эфирах я делал объявления относительно того, что диванные войска, которые всё равно существуют, то есть люди, живущие в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, они не только пишут, они пробуют себя в качестве спикеров, перед камерой записывают эти ролики на Ютуб или в другие социальные сети. И эти ролики, на самом деле, это очень эффективный инструмент. Я хочу сейчас показать вам ролик, который был записан совершенно экспромтом. Примерно год назад я пытался сделать такой флешмоб и попробовал, попросил, во всяком случае, некоторых людей сделать обращение к своим родственникам на Украине. В чём смысл такого хода? Дело в том, что складывающаяся ситуация на Украине, это когда верхние уровни управления, верхние уровни государственности общаются между собой на международных площадках, экономическими методами. Многие люди спрашивают, а зачем мы поддерживаем режим Порошенко, зачем мы там поставляем туда то, сё, пятое, десятое, почему ещё существуют какие-то экономические связи и нет полного эмбарго? Потому что там живёт примерно 30-40 миллионов наших людей. Для того, чтобы не обрушить экономику в ноль, её нужно поддерживать. И эта поддержка, она, ну, как бы нелогична, да, но тем не менее, не будем забывать, что там стоят каскады ГЭС, там стоят нефтехимические предприятия, там есть очень много вещей, которые в случае обрушения экономического коллапса могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу европейского масштаба. Это, на самом деле, ляжет в любом случае на плечи соседей, а основной сосед Украины – это Россия. Но, с другой стороны, вот кроме экономических связей, у нас отсутствует прямое общение с людьми, живущими на Украине. Мы с ними не общаемся. Мы с ними после 2014 года, после того, когда произошёл вот этот вот клинч, когда взаимное непонимание доходило чуть ли не до драки, люди друг друга банили в социальных сетях. И это привело к тому, что общение на гуманитарном уровне происходило только на уровне, знаете, ну, выезд за границу на заработки, и там хочешь не хочешь будешь общаться. При этом там, конечно, есть вот этот вот холодок, связанный с тем, что, ну, всё равно отпечаток остаётся. События 2014 года, события государственного переворота, того, что Крым принял решение и вернулся в состав Российской Федерации после 60 лет формального пребывания в составе Украины. Кто до сих пор до конца юридических нюансов не осознал, стоит почитать Конституцию самой Украины. Это Конституция Кучмовская, да, 96-го года. Там чётко было прописано, что Крым, автономия, автономная республика не входила в состав Украины на юридическом уровне. Она не была составной частью унитарного государства, но это, конечно, используется как предлог для раскола и предлог для накачивания вот этого негатива. Я хочу сейчас показать ролик, который олицетворяет вот это обращение к родственникам, живущим на Украине, который записан женщиной. Я просто попросил экспромтом, ну, сделать такое обращение и просто включил камеру. Это ролик я вывесил на канале в Ютубе, и на сегодняшний день он набрал почти 150 тысяч просмотров. То есть тема оказалась настолько живой, она настолько зацепила зрителей по обе стороны границы, что это вызвало дискуссии, споры. И вот если посмотреть на комментарии, ну, это мы сейчас посмотрим, да, то там становится понятно вообще социальный срез, аналитика людей, которых это цепляет. Давайте посмотрим этот ролик. Здравствуйте, мои дорогие родные. Тётя Оля, Гриша, хлопцы ваши, Валечка любимая, соседка Людочка. Да, мы Крым отделились, теперь мы для вас чужие, и вы говорите, что мы хотим с вами воевать. Лично я никогда этого не хотела, поэтому мы и отделились от враждебной Украины, чтобы сохранить у себя мир, чтобы над нами было чистое небо, чтобы у нас не разгорелось пламя Донбасса. Да, мы не отделились. Я родилась в России в 54-м, и я в неё вернулась. Я у себя дома. И мне, конечно, очень жаль, что сейчас между нами границы, таможни и так далее. И кто-то говорит, что мы с вами хотим воевать. Вы подумайте, кому выгодно это говорить. Может быть, олигархи на этом и наживаются. Может быть, Западу выгодно, чтобы мы перебили друг другу. Но лично мне это не нужно. Нужно ли это вам? Тётя Оля, помните, вы войну пережили вместе с моей мамой? Вы помните, как в Сребнянской школе заперли односельчан и подожгли их? И то же самое повторили в Одессе два года назад. Как можно этому радоваться, а как можно это простить? Как можно в баре изображать расстрелы российского лётчика над Сирией? Как можно простить смерть, кровь, войну? Вы ведь сами прятали своих хлопцев от мобилизации. Мы ведь не фашисты, мы не хотим этого, правда? И когда вам говорят, что с вами Россия воюет, вы вспомните 7 октября? Помните салют, когда из Каспия ракеты в Сирию полетели на ЕГИ? Вот так вот Россия воюет. А пока ещё не воевала. И как сказал наш любимый президент Путин, мы с братьями не воюем и воевать не собираемся. Поэтому давайте одумаемся, давайте подумаем, как жить дальше. Жить так, как жили раньше. Песни, рушники, ездить в гости без виз и таможен, передавать друг другу сало и семечки в посылках. Как жить мирно, как растить наших детей, не показывая им, как какого-то младенца российского режут ножом, потому что он в виде тортика или кексика. Как жить дальше, как восстановить этот мир? Вот перед вами скоро выборы осенью. Это, конечно, не наше дело. Но вам очень нужно хорошо подумать, кого и как выбрать, чтобы мир наладился, чтобы в дом пришёл мир, чтобы мы любимые, вы наши любимые, чтобы мы продолжали общаться, радаться, ездить друг к другу в гости, чтобы войны не было. Если пробежаться по комментариям под этим роликом, то, конечно же, создаётся впечатление, что количество бандеровцев, истериков, людей, которых просто распирает ненависть, огромное количество. Это на самом деле не так. Это я говорю с экспертной точки зрения, потому что имеют доступ к определённым аналитическим площадкам, которые делают разведку социальных сетей, скажем так. И вот эти люди, которые накачивают истерику, безусловно, там есть люди, которые это делают по своим личным убеждениям. Скажу сразу, что это профессиональные украинцы, то есть люди, которые зарабатывают на государственном перевороте. Основная масса людей в таких дискуссиях просто не участвует. Силу инстинкта самосохранения. Дело в том, что люди просто помалкивают и стараются не оглашать своё мнение, для того, чтобы не вызвать шквала ненависти, а чтобы не получилось так, как с людьми, попавшими в передрягу, в переделку в Одессе 2 мая. То есть там достаточно всё непросто. И поэтому делать по одним только комментариям выводы относительно того, кого больше бандеровцев или не бандеровцев на Украине преждевременно. В любом случае, такие ролики вызывают живой отклик. Во всяком случае, хотя бы даже по той простой причине, что нету таких прецедентов, когда обращаешься непосредственно к человеку, живущему на Земле. Я хотел бы обратиться ко всем зрителям программы «Информационная война», особенно тем, которые пробуют перо в этом поприще, на этом поприще, которые пытаются создать свои каналы на Ютьюбе. Хочу сказать, что ко мне приходят письма и обращения, включения по скайпу людей, которые начинают этим заниматься, которые просят комментариев, советов, инструкций, советов технических, как лучше это сделать. Я хочу предложить за это время, две недели, пока наша программа будет в отпуске, попробовать записать обращения к родственникам, друзьям, к знакомым на Украине, особенно к тем, которые замечены в том, что они поддержали государственный переворот, что они являются сторонниками западного проекта, людьми, которые преклоняются перед Западом. Вот в этих комментариях, под этим роликом, который вы только что посмотрели, там есть один такой комментарий. Странные люди, но это имеется в виду о нас, о крымчанах, весь мир идет вперед, а ваши дни сочтены, и вы все равно в хвосте истории. Вот даже вот с этой точки зрения, человек может быть и не бандеровец, государственный переворот не поддерживал, но он в принципе, его сердце находится на Западе. Он считает, что все хорошее происходит там, а все плохое происходит здесь. Это тоже, кстати, место для того, чтобы сделать обращение и поговорить на эту тему. Причем, обращаю внимание, речь идет о том, чтобы говорить с людьми, даже если они такими не являются, это ж монолог, говорить таким образом, чтобы ни в коем случае не скатываться ни в оскорбления, ни в какие-то, знаете, повышенные тона, не требовать резких изменений, ничего. Это просто попытка начать разговор. Я вам хочу сказать, что если за ближайшие две недели мы таких роликов в социальных сетях, или которых мы будем посевать и в Фейсбуке, и ВКонтакте, мы сделаем, ну, хотя бы 10, хотя бы 15, пусть будет 20, и попробуем это все посевать в социальных сетях, особенно на площадках, где украинцы обсуждают свои вопросы, свои проблемы, то, во всяком случае, может завязаться разговор. Нам нужно только составить повестку дня, на какие темы мы собираемся говорить. Дело в том, что эти темы, ну, россыпью, да, они все равно, ну, видны на поверхности. Это прежде всего, ну, поскольку государственный переворот делался по материальным соображениям, да, по соображениям того, что все хотели жить лучше, то получается, что стоит поговорить о том, а что стало лучше за три года. Безусловно, есть люди, которые стали зарабатывать больше, особенно если их доходы номинированы в долларах, особенно если они, там, моряки, айтишники, там, люди, которые непосредственно получают зарплату на Западе или в представительствах западных на территории Украины. Таких людей, ну, не более 7-10%. Основная масса населения, она беднеет, и это подтверждают все, причем даже люди, которые очень хорошо стояли до 13-14 годов, а с материальной точки зрения стало не так уж и лучше. Вот этот разговор, который можно с уважением начать, вот сейчас, он может стать катализатором того, что в обществе начнутся брожения, люди на кухнях начнут обсуждать, и мы с вами, совершенно не влияя на верхние политические круги, мы сможем в обществе катализировать, да, процесс обсуждения, процесс того, что, а стоило ли это таких усилий, а стоило ли это таких жертв? Наша задача разделить аудиторию украинскую на политических украинцев, истериков, которым все равно, которым проливать кровь, это, ну, как с добрым утром, на тех людей, которые думают, которые, в принципе, ищут пути выхода, и, собственно говоря, вот этот диалог при помощи таких роликов будет направлен на то, чтобы найти собеседников. Это может повлиять на информационное поле на Украине, и тогда мы с вами сможем, собственно говоря, зафиксировать эффективность вот этого инструмента. Это называется народная дипломатия, это называется блогерские подходы к налаживанию связей. Целью таких роликов является не увеличение ненависти, не увеличение скандалов, хотя в комментариях будут, с обеих сторон, кстати, люди, которые будут накачивать ненависть, будут говорить, что оскорблять людей, живущих и в Крыму, и на Украине, и в России, но таких людей можно просто помечать красным карандашиком и выкидывать из обсуждения, то есть просто банить. Этот инструмент никуда не делся, его можно использовать. То есть если человек с порога заходит с оскорблением, его сразу налево, и оставляет только тех, которые, ну, в принципе, хотя бы какую-то конструктивную линию ведут. И вот тогда мы с вами получим инструментарий, средств того, что даже не требуя ответа официального, даже не вступая в дискуссии, например, организовывая какие-то круглые столы, чтобы не подставлять людей, живущих на территории Украины, мы с вами получим аудиторию, которая, во всяком случае, будет с интересом наблюдать за тем, что происходит у нас. У нас получится некая обратная связь, которая в целом будет вести к миру и к понижению степени кровавости событий на Украине и на всех близлежащих территориях, а это дорогого стоит. Вот эта народная дипломатия, это и есть чистейшая информационная работа с населением, причем хочу обратить внимание, ни в коем случае не использовать вот эту терминологию хохлы там, да, кацапы. Дело в том, что для некоторых людей, даже живущих в территории России, это, в общем-то, никакого оскорбительного оттенка не несет, но сложилась ситуация за последние три года, что от такой терминологии лучше отказываться. Это такие же люди, живущие на территории Украины, которые говорят на русском языке, у которых, безусловно, есть свои ментальные, культурные, экономические особенности. Уклад немножко другой, очень, кстати, похожий на уклад экономических людей, живущих на Северном Кавказе, на Кубане, на Ставрополье, юг. Юг – это очень, ну, отличительная черта, например, от нечерноземья или черноземья. Здесь растет все больше, да, воткни палку, она зацветет и даст плоды. В течение года можно собирать урожаи там больше в объеме определенных культур, да, а это, безусловно, накладывает отпечаток на менталитет, это откладывает отпечаток на то, что люди более индивидуалистичны, у них больше ресурсов. В конце концов, из-за климата, из-за земли, больше фруктов, там, овощей и так далее, и люди, если они занимаются этим, у них больше ресурсов. Соответственно, они менее общинны, соответственно, они более индивидуалистичны, соответственно, они, конечно же, больше тяготеют к индивидуалистичному западу, чем к общинному востоку. Эту ментальную особенность нужно очень четко учитывать и ни в коем случае не переделывать людей под себя. Нужно понимать вот эти экономические особенности. Но хочу обратить внимание, что мы решим сразу несколько задач. Во-первых, те ютуберы, которые пытаются, интересуются, пробуют себя на этом поприще, они получат практику. Мы с вами сможем налаживать диалог. Причем я вот сейчас говорю об этом как бы хитро. Давайте попробуем это сделать. Давайте поговорим с людьми. Но при этом и эти же люди увидят мой ролик. Они прекрасно будут понимать, что я, собственно говоря, ко мне это за пазухой не держу. Мне не надо разведданные оттуда, сколько там американских танков или гаубит 150-миллиметровых из одесских портов идет в направлении Донбасса или к границе Крыму. Но вопрос вообще не об этом. Вопрос о том, чтобы наладить диалог с населением, живущим на территории Украины, которое по умолчанию еще три года назад, связи сейчас обрываются, но еще три года назад это были наши родственники, друзья, сослуживцы, коллеги по работе, партнеры и так далее. У нас у всех большой список людей, с которыми мы просто прекратили общение. Так вот, это общение нужно восстанавливать. Это залог того, что мера кровавости событий будет понижена и что многие вещи мы сможем сделать без винтовки вообще. Власть рождает, конечно, винтовка, но с другой стороны, если мы только будем рассчитывать на винтовку и на вооруженные методы борьбы, то это будет выжженная земля и там не будет ни родственников, никого. Нужно с людьми договариваться. Это и есть основа основ, фундамент русского глобального проекта. Нужно учитывать интересы даже жителей западной Украины. Нужно учитывать их менталитет, нужно учитывать их религиозные верования и выстраивать договора таким образом, договаривания, да, на гуманитарном, на человеческом уровне, чтобы каждый нашел место за общим столом, чтобы каждый имел возможность хотя бы в рамках своей территории, своей общины, своего населенного пункта влиять на ситуацию на земле, как он это видит. И вот этот договор, вот эта разновекторность, да, и, ну, Россия это многонациональная страна, это империя, да, есть регионы, которые по национальным религиозным признакам, они унитарные и компактные, и тем не менее это не перестает быть Россией. Вот точно так же мы можем выстроить отношения и с разными украинцами, не будем забывать, что там есть колоссальная русская община, колоссальная по размерам чуть-чуть поменьше, украинская община, это не одно и то же, да, то есть есть люди, которые говорят на украинском языке, причем не на том украинском, который на западной Украине, да, есть галичанская община, есть русинская община, вот уже четыре, да, и вот с каждым из этих общин, с каждой из этих общин мы можем выстраивать диалог, Мы можем делать обращения и говорить о тех ценностях и общих целях, которые в принципе могут устроить всех. Я вас уверяю, ни одна из общин не хочет терять своих сыновей в войнах. Ни одна из общин не хочет попадать в рабство, экономическое, политическое, какое угодно. Во всех общинах старейшины общин, даже если они фанатики или политические украинцы, с третьей попытки говорения на какие-то миролюбивые темы, все равно разговор состоится. Даже если эти политические украинцы генетически воюют с москалями, убивают себе москаля, а потом посылают своих детей убивать москалей в других. С этими людьми, конечно, разговор отдельный, но я считаю, что примерно 90% населения этой страны войны совершенно не хочет. Соответственно, нам с вами нужно выстроить диалог. Соответственно, все люди, которые могут что-то сказать, они могут в течение ближайших двух недель записать ролик, обращение к своим знакомым, родственникам. Можете имена называть, можете не называть, чтобы людей не подставлять. Во всяком случае, это будет не только обращение к этим людям, это будет обращение ко всей украинской аудитории. Вот этот ролик, он вызвал колоссальный резонанс в обществе, даже по количеству комментариев. И я думаю, что мы с вами можем попытаться кое-что сделать на этом поле. Сегодня 22 сентября 2017 года. Наша программа уходит на двухнедельный отпуск. Но мы с вами поддерживаем связь в социальных сетях. Встретимся с вами через две недели. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok